Здравствуйте! Вы смотрите программу «Законность» о деятельности органов прокуратуры Саратовской области. В студии Ольга Эмих. Жительницы Ртищева незаконно отказали в материнском капитале. Грубое нарушение прав матери выявили работники межрайонной прокуратуры. Как стало известно, в ходе проверки надзорного ведомства сертификат на маткапитал женщина уже получила год назад. Но воспользоваться им не смогла. В пенсионном фонде отказ объяснили отсутствием актовой записи о рождении младшей дочери. Причем, как выяснилось, это не единственный случай, когда жители Ртищева отказывают в выплатах детских пособий. Все подробности в нашем репортаже. Инна Колесникова в Ртищеве живет уже почти 7 лет. В Саратовскую область вместе с мужем и двумя дочками переехала из Донецка. Там и сейчас не очень спокойно, а в то время оставаться на Донбассе было вообще смертельно опасно. Семье пришлось оставить дом, хозяйство и все, что было нажито за долгие годы. Что у вас было на тот момент с собой? Ничего, дети, сумки и компьютер. И больше ничего. Свой быт по Крубицам им пришло устроить заново. Сначала сняли квартиру, потом устроились на работу, отдали детей в местную школу. Параллельно решали вопрос гражданства. На это ушло еще несколько лет. Для себя сразу решили, когда все документы будут готовы, обзаведутся своими собственными квадратными метрами. После рождения второй дочки уже здесь, в России, Инна подала документы на получение материнского капитала. Но вышло так, что и сертификат на руках уже был, но использовать его у нее не получилось. Мы получили сертификат, но когда пришли, чтобы обналичить деньги, нам отказали, потому что делали запрос в Украину. Запрос пришел, так как нет сведений на второго ребенка актовой записи, и нам вынесли отказ. На тот момент семья уже подобрала жилье. И даже внесли хозяевам половину суммы за квартиру. Оставшуюся как раз должны были оплатить средствами маткапитала. Многочисленные обращения в пенсионный фонд ситуацию не изменили. Я в пенсионный фонд ходила каждый день, как на работу. И они мне все, нет, нет. Я говорю, ну почему нет? Все равно же должно быть какое-то решение. А они его искать вообще не хотят категорически. Но я уже и туда домой звонила. У меня там тетя, чтобы они как-то взяли эту справку. Они, нет, нам так не нужно. Нам нужно, чтобы на наш запрос ответили, а на ваш они не отвечают. Когда сделка купли-продажи квартиры оказалась под угрозой срыва, женщина обратилась в районную прокуратуру. Попала на прием, рассказала о непростой ситуации и показала документы. В надзорном ведомстве женщине помогли сначала грамотно оформить заявление в пенсионный фонд, а затем провели большую проверку. Мы ситуацию проанализировали, приняли решение в рабочем порядке. Уточнили позицию пенсионного органа, потому что под угрозой у нас была сделка. Продавцы по сделке уже говорили, что мы будем расторгать договор, так как оплата не проходит. Мы в рабочем порядке выяснили позицию пенсионного органа и, соответственно, обратились в фактический районный суд с исковыми требованиями признания за Колесниковой право на распоряжение средств материнского капитала. Суд нашу позицию принял. По всем вопросам, которые возникали, мы представляли дополнительные доказательства. В целом судебное разбирательство продлилось два заседания, так как спор был особо несложный и, соответственно, наши требования были удовлетворены. После этого на сегодняшний день решение суда исполнено. Денежные средства продавцам по договору купли-продажи перечислены. Ситуация разрешена. Так, спустя долгие месяцы бумажные волокиты, семья Колесниковых получила положенные по закону деньги. Около полмиллиона рублей они, как и планировали, потратили на покупку жилья. Сейчас двухкомнатные квартиры уже сделали ремонт, перевезли вещи, мечтают купить новую мебель. Все получилось. Эти хозяева квартиры получили деньги. Все хорошо. Мы теперь собственники. Как уточнили в Ртищевской межрайонной прокуратуре, случаи, когда родители незаконно отказывают выплате пособий, имеют место быть. Несмотря на то, что во время пандемии семьи смогли рассчитывать на самые разные меры господдержки, на деле все оказалось не так просто. К примеру, Елене Лариной пришлось полгода воевать с местной соцзащитой. Первую волну коронавируса они с супругом и двумя сыновьями переехали в Ртищево из Тульской области, но не смогли оформить здесь постоянную прописку. Из-за этого ей отказали в пособии с трех до семи лет. Возникла такая ситуация. Мы переехали в город Ртищево полтора года назад и зарегистрировались временно по месту пребывания, как раз в первую волну пандемии. И в апреле 2020 года было объявлено о выплатах семьям с детьми от трех до семи лет. В связи с этим я обратилась с заявлением и полным пакетом документов в районную наше управление социальной защиты и через какое-то время получила отказ. Мы мотивированы тем, что у нас отсутствует постоянная регистрация, которая, соответственно, у нас в Тульской области осталась. Мы зарегистрированы в Тульской области постоянно. Переезд совпал с подготовкой к первому сентября. Дети Елены пошли в новую школу. И на пособие семья очень рассчитывала. Доходы в пандемию сильно упали, а вот расходы, наоборот, сильно выросли. На подготовку в школу уходит значительная сумма. На двоих детей и на одежду, обувь и констовары. Ну, порядка, я так думаю, каждый одевает и обувает детей в разных магазинах. Мы в Саратове это делаем. У нас порядка 30-40 уходит на двоих. Все полностью одеть, укомпультовать, обуть. По словам женщины, решение обратиться в прокуратуру она приняла почти сразу, после того, как получила отказ в выплате пособий. И ей помогли. Мы проанализировали ситуацию, также помогли составить заявление. Взяли в работу это заявление, истребовали необходимые материалы из Управления социальной поддержки Арктического района. И установили то, что фактически и гражданка, и ее дети обзавелись социальными связями на территории района. Заявитель работала в организации района. Дети ходили в образовательные учреждения на территории района, наблюдались в лечебных учреждениях района. Поэтому фактически жизнь семьи проходила на территории Арктического района. С учетом ранее высказываемой практики Конституционного суда, Верховного суда Российской Федерации, мы приняли решение, что в данной ситуации необходимо гражданину поддержать. Были приняты меры досудебного реагирования. В адрес руководителя Управления социальной поддержки населения внесено представление, которое осталось без удовлетворения. Нас, соответственно, учреждение не поддержало. В связи с чем мы обратились в интересах этой семьи в суд. Суд нас поддержал. По всем вопросам, которые возникали, мы представили свою позицию, представили доказательства, которые в обосновании своей позиции, по результатам которой исковые требования прокуратуры были удовлетворены. В общей сложности семье перечислили больше 100 тысяч рублей единовременно. И это стало для них большим подспорьем. Оформить постоянную регистрацию вертящего Елена пока так и не может. Но знает, что если снова возникнут проблемы с выплатами, ей есть куда обратиться. 100 миллионов электронных сигарет. Столько по подсчетам общественников было продано в России в прошлом году. Львиную долю из них купили подростки. Спрос на так называемые парилки за последнее время вырос именно у несовершеннолетних. В том числе потому, что купить такую продукцию зачастую можно без паспорта. В чем в очередной раз убедились общественники и правоохранители. Все подробности в нашем репортаже. Просто я зашла, сказала, вот это вот мне дайте, пожалуйста, они не продали. Без вопросов, без просьбы показать паспорт и так далее. Этой школьнице всего 15, но только что из магазина кальянов она вышла с электронной сигаретой. Говорит, паспорт при покупке у нее не потребовали, как и у других покупателей ее ровесников. Там таких была целая очередь. Впрочем, продавец оправдывается. Выглядят-то все на разный возраст. Не насторожил, что лицо может быть несовершеннолетнее. У нее не рост. Мне с этим сложно. Я метр восемьдесят. Метр восемьдесят. Понятно. Но у нее же на лице видно, что ей нет восемнадцати. Тут крайне спорно. В таких спорных моментах сотрудники магазинов и должны потребовать документы. Правда, тогда и выручка может быть в разы меньше. Продукцию с маркировкой 18 плюс массово скупает несовершеннолетний контингент. Они не пахнут. Это раз. Родители не могут их распознать, как-то заметить вовремя. Во-вторых, все-таки сигареты им, наверное, обычные не продают, потому что все уже научные и продавцы здесь контролируют. Почему это не происходит с электронными сигаретами, почему они игнорируют то же самое законодательство, которое распространяется и на электронные сигареты, непонятно. Представители движения «Антидилер», а также сотрудники полиции, прокуратуры сегодня вычисляют таких недобросовестных продавцов. Совместный рейд устроили по магазинам в самом центре города и нашли нарушения в каждом, куда зашли. «Антидилер» находится в точках реализации указанной продукции, снимает видео, на которых запечатлены несовершеннолетние, покупающие никотиносодержащие продукты. Продавцы, как правило, факт реализации никотиносодержащей продукции не отрицают, выясняют, что указанная продукция продается ими на системной основе, в том числе несовершеннолетним лицам. И зачастую они не удосуживаются установить возраст лица. Просто банальное несоблюдение требований федерального законодательства. При этом купить электронные сигареты, в отличие от обычных, можно и рядом со школами и другими образовательными учреждениями. А вот штрафы за реализацию такой продукции несовершеннолетним выросли. Сейчас сумма варьируется от 20 до 300 тысяч рублей. Правда, в последнее время подобных магазинов стало так много, что соблазн заработать у многих продавцов все же перебарывает страх. Жанна Марченко, Роман Шельдяев, Саратов, 24. О том, что еще важного и интересного произошло в городе и области, мы расскажем вам в ближайших выпусках. Это была программа «Законность». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова